Различные варианты приседаний являются любимыми упражнениями спортсменов по одной очень важной причине. Они действительно работают. Но как и почему? В этом видео мы расскажем, что происходит с нашим организмом от регулярных приседаний и какие трансформации нас ждут. Так что досматривайте видео до конца, будет очень полезно и интересно. Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на наш канал и колокольчик тоже нажмите. Не пропускайте наших новых видео. Давайте разбираться. Техника выполнения приседаний проста, дополнительное оборудование не требуется. Еще один плюс. Это упражнение является для человека очень естественным, так как в течение дня мы постоянно приседаем, чтобы сесть на стул, поднять то, что уронили и так далее. Так что риск получить травму сводится к минимуму. Кстати, недавнее исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, показало, выполнение приседаний с утяжелением женщинами, страдающими после менопаузы от остеопении и остеопороза, позволяет улучшить минеральную плотность костной ткани позвоночника, особенно в шейном отделе. К тому же красивые и сильные бедра, а также упругие и подтянутые ягодичные мышцы отлично смотрятся как на женском, так и на мужском теле. Зачем же нужны приседания? Первое. Стимулирует выработку гормонов. Приседания повышают уровень тестостерона и гормона роста, которые принимают непосредственное участие в формировании мышц. Второе. Укрепляют мышцы кора. Приседания включают в работу мышцы кора, то есть нижнюю часть спины и пресс. Так что не думайте, что приседания нужны только для ног и ягодиц. Это почти универсальное упражнение затронет гораздо больше мышц. Третье. Улучшают гибкость. Глубокие приседания улучшают подвижность тазобедренных суставов. Многие люди из-за неправильной осанки испытывают большую нагрузку на бедра, поэтому им часто хочется присесть и отдохнуть. Развитие гибкости в тазобедренных суставах помогают исправить осанку, убирают боли в пояснице. Четвертое. Помогают быстрее избавиться от продуктов жизнедеятельности организма. Приседания улучшают циркуляцию крови и других жидкостей, способствуя удалению отходов жизнедеятельности, а также улучшая доставку необходимых питательных веществ ко всем органам и тканям. Пятое. На самом деле не убивают ваши колени. В одной из статей журнала Sports Medicine говорится, что даже самые глубокие приседания, когда вы сидите на корточках, не в состоянии навредить вашим связкам. Как отметили авторы исследования, ваша хрящевая ткань адаптируется к нагрузкам для того, чтобы справиться с дополнительным весом так же, как это делают мышцы. Сами по себе приседания не вредят вашим коленям, но они могут усугубить уже имеющиеся проблемы. То есть, если вы не сказали тренеру о травме колена, боли могут возобновиться. Плюс появляется вероятность получения новых повреждений, так как ваше тело уже не будет работать так, как должно. Для ваших коленей вредны не приседания, а неправильная техника выполнения. К примеру, ни в коем случае нельзя приседать с большим весом так, чтобы ваши колени выходили за пальцы ног, так как обычно вес тела равномерно распределяется для баланса, и при подъеме вы должны толкать себя пятками, не наклоняясь вперед сильно. Кроме того, стоит обращать внимание на спину. Она должна быть выпрямлена. Никаких горбов в пояснице и грудном отделе. Они могут привести к повреждениям позвоночника. Шестое. Помогают встать быстрее и прыгать выше. Исследования показали, что приседания увеличивают скоростные характеристики и высоту прыжков легкоатлетов. Поэтому эти упражнения всегда входят в тренировочную программу профессиональных спортсменов. Объясняется это очень просто. Приседания делают ваши бедра сильными, не только мышцы, но и связки. И добавляют вам гибкости. А это значит, что взрывная сила прыжка увеличивается, улучшается амортизация и, как следствие, снижается травматизм во время прыжков. Что же касается бега, то правильнее увеличивать скорость не за счет каденса или ширины шага, а за счет правильной работы бедрами. Седьмое. Улучшают равновесие. Как мы уже говорили, приседания – упражнения, которые являются естественными для нашей повседневной жизни. Сильные ноги и мышцы кора делают нас более стабильными и помогают поддерживать равновесие. Улучшают связь между мозгом и группой мышц, что помогает избежать падения. А это – увеличение продолжительности здоровой и активной жизни. Ведь чем меньше мы падаем в старости, когда уже кости не такие крепкие, тем меньше неприятностей получаем. Друзья, вам также может быть полезно другое наше видео о злейших врагах поджелудочной железы. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, дальше будет еще много интересных видео. До новых встреч!